Итак, давайте начнем с первым, скажем так, делом я бы хотела сказать о компании. Компания достаточно молодая, довольно молодая. Основана она в 2017 году китайскими специалистами-работотехниками, которые пришли к одному простому выводу, что на самом деле, поскольку мы живем век цифры и программирования, и нам необходимо давать людям, давать детям использовать инструменты, которые помогали бы получить такие навыки программирования. Так вот, для детей дошкольного возраста таких инструментов было, можно сказать, совсем немного, поскольку экранное программирование для дошкольного возраста очень сложно, потому что там абстрактно все, и дети, малыши, во-первых, не понимают вот этого и еще не умеют читать для того, чтобы программировать что-то графически. Ну и пришли разработчики к этому выводу и создали, придумали такой набор Мототалаб, который не требует абсолютно никакого подключения компьютера, смартфона или любого другого гаджета для того, чтобы начать обучение, для того, чтобы привлечь, увлечь маленьких детей в невероятный, интересный мир программирования и робототехники. За три года своей деятельности компания завладела сердцами детей, родителей и педагогов более чем в 40 странах мира и завоевала множество различных наград, в том числе по дизайну продукта. И в некоторых странах получили набор Мототалаб, получили награду как лучший образовательный продукт для дошкольного обучения. Итак, чем же... Сейчас давайте остановимся на том, чем же все-таки полюбились наборы Мототалаб именно в нашей стране, нашими учителями, педагогами, воспитателями, ну и, конечно же, детишками. О теории возникновения я уже рассказала, поскольку робототехника и программирование стали практически основной частью образовательной программы, это также входит в основные тренды, основные компетенции, которыми должен овладеть современный будущий специалист. И возникает сразу же вопрос, как же приобщить маленьких детей к использованию этого предмета, к использованию программирования. И вот в этом нам поможет набор Мототалаб, который помимо этого соответствует еще другим трендам образования, таким как STEM. Это, как вы знаете, аббревиатура, которая состоит из нескольких названий различных научных дисциплин. Это технология, естественно, научные дисциплины, инженерное искусство, просто отдельное искусство и математика. И вот соединение этих дисциплин происходит в единую схему обучения. Таким образом, матата очень легко, матату легко приобщить, скажем так, к этому движению, к этому способу образования. Ну и, конечно же, в отдаленном будущем, даже не совсем в отдаленном, у нас появятся такие профессии, которых мы даже себе не представляем. И для того, чтобы помочь ребенку адаптироваться в мире, который изменяется практически каждый день, специалистам понадобится, потребуется всесторонняя подготовка и знания из самых разных областей. Ну и, конечно же, геймификация. Это также очень активный, широкий, большой, очень приятный, классный тренд образований, который относится не только к дошкольному образованию, но игра пронизана во всю нашу жизнь, проникает мы для того, чтобы что-то нам новое изучить, познать. Мы это делаем легче при помощи каких-то игровых, применения игровых технологий. Ну и, конечно же, адаптивное обучение, еще один из трендов, это использование современных технологий, цифровых, компьютерных технологий, и возможность подстроить их под способности и умения каждого ученика, как в малых группах, в больших, и каждого ученика по отдельности. Мататалаб прекрасно соответствует и этому понятию. Ну и, конечно же, Мататалаб обеспечивает всестороннее развитие личности. Так, извините, у нас тут просьба сбросить презентацию на почту. Конечно же, мы это сделаем, безусловно. Вы также, наверное, сможете получить видео этой презентации. Если что-то не получилось услышать или сбилась как-то в вебинарная наша площадка, вы сможете посмотреть заново. Итак, позвольте, я продолжу. Еще один принцип, на основании которого мы используем Мататалаб в российском образовании, и не только, скажем так, в российском. Мататалаб обеспечивает всестороннее развитие личности. Используя этот набор в образовательном процессе, детям дается такая прекрасная возможность, что только лишь с одним набором можно развить основные когнитивные навыки, такие как память, тактильное восприятие, слух, зрение. Также коммуникация и социализация ребенка в обществе дает возможность ему научиться коммуницировать со своими сверстниками и с более старшими людьми, такими как воспитатель, учитель. Ну и, конечно же, поскольку Мататалаб у нас дает возможность использовать другие различные настройки, настраивать его, например, при помощи различных других конструкторов, например, таких как Лего, и использовать инструмент, который ездит в комсаду, например, различные кубики, карты, картинки, игрушки, даже тот же пластилин, то дети развивают свое творчество и воображение. Итак, и, как я уже несколько раз оговорилась, Мататалаб очень прекрасно, отлично встраивается в систему образования, поскольку в образовании необходимо иметь такой инструмент, с помощью которого можно приобщить детей дошкольного возраста к этому предмету. Ну и, конечно же, с помощью Мататалаб можно изучать не только основу программирования и алгоритмики, но также развивать речь, пополнять словарный запас и использовать другие предметные области, такие как математика, возможность у Мататы есть развивать математические представления у дошкольников и также знакомить детей с различными фигурами и такими сложными моментами, как градусы, углы поворота и так далее. Так, ну и, конечно же, Мататалаб – это предмет, набор, инструмент, который можно охарактеризовать как межпредметный, поскольку использовать Матату можно, начиная от изучения цвета, изучения формы, изучения, что такое съедобное и несъедобное. На основании Мататы можно создавать большое количество дидактических игр совершенно на любую тему. Вот на картинке здесь вы видите, что один детский сад организовал уроки по обучению правилам дорожного движения и использовал при этом Мататалаб – набор робот, вот прекрасно учит детей, какие правила для движения по дорогам, по тротуарам и так далее. Ну и еще здесь картинка, где вы видите карту небесная. Карта можно изучать астрономию, историю, ну и много-много совершенно других классных предметов школьных и детских садов. Скажите мне, пожалуйста, после того, что мы сейчас прослушали, скажем так, и увидели несколько слайдов и несколько фотографий, скажите мне, пожалуйста, до какого все-таки возраста возможно использование Мататалаб в образовательном процессе? Как вы считаете, до какого возраста можно использовать? До 9 лет – правильно. Алексей, спасибо, до 31-го. Совершенно верно. Я считаю, что Алексей был прав. Вот сейчас София пока живой. Спасибо, коллеги. Спасибо, слушатели. Да, действительно, робот можно использовать, пока он не разбился, не дай бог, и пока живой человек, извините за черный юмор. Вот есть такая государственная программа, как «Золотой возраст». И я думаю, что Мататалаб легко может помочь людям пожилого возраста сохранять свою умственную деятельность, быть активными и иметь, получать хорошее настроение от того, что они в то же самое время и играют. Да-да-да, активное долголетие. Спасибо большое. Так, помимо этого, Мататалаб используется как в дошкольном учреждении, так и в начальных и средних классах. Ее можно использовать в проектной деятельности и в различных конкурсах и соревнованиях, которые вы можете организовывать как самостоятельно, так и при участии нас как официального дистрибьютора Мататалаб в России. Здесь на этом слайде вы видите скриншоты, которые я быстро успела сделать в то время, когда мы на прошлой неделе проводили финал конкурса «Школа реальных дел», где командам участников необходимо было сделать, разработать игру на любую тему учебную. И команды... В финал вышли пять команд, и вот некоторые из них показали нам свои работы. Я хотела бы сейчас вам в чатик сбросить видеоролики с видеоролик команд, которые заняли вот это первое место, и команда, которая заняла второе место, вы сможете себе представить, чем занимались дети, какую проектную деятельность они вели, и за что команды получили первое место. Мы будем, кстати, после того, как мы выйдем все из режима самоизоляции, будем поздравлять детей, дарить им прекрасные призы. Коллеги, у меня тут заморгала красная какая-то точка. Скажите, пожалуйста, вы меня слышите? Давайте проверим нашу связь. У нас отлично. Спасибо большое. Продолжаем. Итак, сейчас я бы хотела перейти на уже непосредственное ознакомление с набором Мататалаб, с набором Мататалаб Просет, которые мы предлагаем к оснащению образовательных учреждений. Скажите, пожалуйста, все ли знакомы уже с нашей прекрасной Мататанькой? Сколько таких счастливчиков в нашем чате? Отлично. В основном все знакомы. И это неспроста, потому что Мататалаб притягивает сразу же свое внимание как самых маленьких исследователей, так и учителей, педагогов. Итак, Мататалаб – это набор для изучения основ алгоритмики и программирования, предназначен для формирования когнитивных навыков основных, в том числе мышления, логического мышления и креативного у детей в возрасте от 4 лет. В процессе игровой деятельности, а именно игровой деятельности с набором, дети получают, приобретают навыки, различные навыки, такие как пространственное понимание, при помощи создания алгоритмов из специальных блоков, которые входят в образовательный набор. И при помощи Мататалаб возможно создавать свои различные квесты, игры различные дидактические, как я уже говорила, участвовать в различных историях и также соревноваться между группами, например, между детскими садами. И все это возможно абсолютно без использования какого-либо экрана, без компьютера и другого какого-то гаджета. Итак, из чего же состоит наш комплект Мататалаб Просет? В комплект входят устройства, робот, самый, скажем так, основной элемент этого набора – это робот. Также башня, которая играет не менее важную роль, она при помощи камеры считывает команды. А команды мы, алгоритмы мы устраиваем, составляем на специальном поле, контрольная панель она называется, при помощи блоков для программирования, пластиковых блоков, которые очень удобно держать в детской руке, они очень приятны на ощупь, выполнены из качественного материала. Все эти наборы, хочу добавить, сертифицированы, прошли различные экспертизы и могут использоваться в образовании детей. Да, скажем так. Также в комплект входит карта для приключений, она двусторонняя, на каждой из сторон ячейки с различными рисунками. Ну и забегая вперед, скажу сразу, что все, что есть в этом наборе, абсолютно готово для того, чтобы начать активное обучение, но для того, чтобы разнообразить ваши уроки и повысить интересы и так возникающие, поскольку набор яркий и привлекает внимание. Педагог может создать свою собственную карту на тему, которую он бы хотел рассказать детям. На занятии, либо с помощью детей вести какой-то совместный проект и нарисовать карту своими руками. Но главное, важно соблюсти, что размер ячейки, шаг робота должен составлять 10 сантиметров. Тогда робот будет двигаться по этой карте и попадать на ту ячейку, которая нам нужна. В комплекте также находятся обучающие брошюрки, их три. В них всех, они разделены на уровни сложностей, от простой до более сложной. И в каждой из них дается инструкция, скажем так, по работе, действию, и выполнена она в форме изображения. Не нужно читать, нужно просто посмотреть, и сразу станет понятно, что нужно делать. То есть знакомство с набором не займет больше 10 минут, для того, чтобы вы сразу смогли суметь им воспользоваться. Также не нужны никакие особенные знания. Вы просто должны открыть набор, посмотреть, что из него состоит, включить, если необходимо, дозарядить устройство и начать работать в прекрасной игровой форме. В комплект также входят карточки с примерами, рисунка и музыки, пластиковые различные флажки и барьеры, для того, чтобы мы могли создавать, уже имея вот этот набор, могли создавать какие-то квесты, задания и выполнять задачи. Давайте подробнее остановимся на блоках, какие есть в этом наборе. На этом слайде вы видите, что они разграничены по цвету. Это очень важно также в обучении детей дошкольного возраста, зелененькие блоки означают направление движения. Здесь есть блоки движения вперед-назад и поворот налево и направо. Эти движения, например, вперед-назад, возможны один раз на одну клеточку. То есть шаг равен 10 сантиметров, как я уже говорила. И повороты – это поворот на месте на 90 градусов. Вы должны здесь проследить, увидеть уже какую-то взаимосвязь с настоящим программированием, даже вот когда мы просто обучаем детей на первом этапе, где право, где лево, скажем, просто пространственное ориентирование. Помимо этого есть синенькие блоки, маленькие с цифрами и углами. Цифры у нас от двух до пяти. И есть такой синенький блок с кубиком. Это когда мы его устанавливаем, например, с блоком движения вперед, то робот, башня считывает эту команду и сама выбирает, сколько шагов вперед робот пройдет. То есть это выбор случайного числа. По умолчанию движения на один шаг 10 сантиметров, если мы устанавливаем цифровой блок, например, два под блоком движения назад, то робот у нас поедет назад два раза. И мы должны с вами правильно понять, что у робота у нас есть глазки. И, значит, совершенно так же, как и мы, люди, движемся вперед глазами. То есть мы идем вперед, и робот также идет вперед. Не вверх и вниз, как некоторые могут интерпретировать вот эти блоки, а вперед и назад. Блоки поворотов, то есть блоки с различными углами, тут углы от 30 и больше, угол поворота, градусы, их мы можем устанавливать только с блоками поворотов. Это нам необходимо для того, чтобы робот у нас поворачивался не только на 90 градусов, но и на другие градусы, и пригодится нам, когда мы будем рисовать различные фигуры. Итак, в комплекте также есть музыкальные блоки. Это такие фишечки пластиковые, длинные. Внизу слайда они изображены, оранжевого цвета. Это как отдельные нотки, то есть мы крутим вот это беленькое колесико, вы видите, там циферка 1 стоит, а там их всего 7. То есть 7 цифр, 7 нот. И мы прокручиваем колесо и выбираем необходимую ноту, которую нам надо. И таким образом можем сочинять музыку. Ну, например, в траве сидел кузнечик и так далее. И есть блоки уже с готовыми наборами нот, которыми мы выставляем и прослушиваем мелодию, которая запрограммирована в этом наборе нот, в этом блоке. И есть еще блоки другие, уже для детей постарше. Зеленые сверху справа – это блоки цикла. Можно их еще назвать простым языком блоки для повтора какой-то комбинации движений, например. И есть начало цикла и конец. И, например, эти блоки у нас используются для того, чтобы сэкономить фишки движений, потому что у нас все-таки они ограничены. Для того, чтобы дети научились использовать эти блоки первым делом, для того, чтобы найти несколько решений одной задачи. Ну и, конечно же, вместе с этим они даже сами не будут подозревать, что знакомятся с прям профессиональными понятиями супер-мегапрограммистов. Помимо цикла, набор содержит также функции. Это желтые фишки, желтые блоки. С помощью них мы можем создавать определенную функцию, выкладывать блоками на контрольной панели. И есть функции, блоки с функциями, которые эту функцию вызывают. Это тоже очень интересно. И, конечно же, это уже следующий уровень для детей постарше. И, конечно же, дети в наших детских садах совершенно различные и совершенно разными уровнями развития. И есть фиолетовые блоки. Это блоки для развлечений, для создания все-таки какой-то увеселительной программы в процессе изучения такого сложного предмета, как программирование алгоритмика. В эти блоки запрограммированы команды определенные, например, таник, музыка и какое-то действие. Их три в комплекте таких блока. И когда мы устанавливаем на контрольную панель. этот фиолетовый блок, робот у нас либо танцует, либо исполняет какую-то песенку, либо танец. Это очень прикольно. У робота светятся глазки. Опять же, это ребенка очень веселит, радует и повышает мотивацию в дальнейшем изучать, что же такое программирование дальше. Еще не сказала, что, или сказала, робот у нас выполняет действие, которое ему передает башня посредством Bluetooth-соединения. И заряжаются эти устройства при помощи кабеля, который также находится в комплекте. Итак, давайте подведем небольшой итог. Ребенок, что может у нас набор Мотаталаб Просет? Это программирование движений, где ребенок может изучать пространственное ориентирование, последовательности, логические цепочки, то есть развивать таким образом мышление. Мотаталаб у нас может петь. Мы можем программировать мелодии, использовать это на музыкальных минутках, на уроках, например, знакомства музыки. Нельзя сказать, что это прямо инструмент для учителя по музыке, но как вспомогательный инструмент для того, чтобы детей ввести в такую науку, такой предмет и науку, да, как музыка, нам будет этого достаточно. Мы можем также совместить Мотату с ксилофоном, где также есть цветовое разграничение нот, и можем составлять мелодии совместно, да. Ну, также робот у нас умеет рисовать. У нас в комплекте есть маркеры разных цветов, которые мы совмещаем с роботом, ставим робота на листик и программируем, создаем алгоритм определенного рисунка. Как я уже говорила, в комплекте есть образцы таких рисунков. Итак, скажите, пожалуйста, кто уже использовал такую функцию, как программирование рисунка? Что мы можем при помощи этого еще рисовать? Вот не только звездочку, например. Что еще можно, как вы считаете? Что мы можем использовать в образовательном процессе? Нам что в детском саду мы изучаем цифры правильно, совершенно верно. созвездия рисовали на уроках астрономии. Спасибо большое. Да, и буквы в том числе. Таким образом, это происходит совмещение урока алгоритмики. Отлично. Снеговика. Но снеговика мы можем нарисовать только с использованием дополнительных блоков, о чем я расскажу в следующем разделе нашей презентации. Итак, спасибо вам большое за ваши ответы. Очень приятно их получать. Очень приятно, что роботы действительно пользуются и знают, как им пользуются. Это классно. Давайте перейдем к следующему разделу нашей встречи, сегодняшней онлайн-встречи, на выставке ММСО. Это круто, согласитесь. Что мы онлайн, что у нас получилось встретиться, несмотря ни на что. Итак, новинки, расширяющие возможности робота. Хотела бы я начать с полноценного набора Matata Lab Lite, который возможно использовать с самыми маленькими, юными программистами. То есть с детьми от трех лет. Это отдельно совершенный набор. Его можно ни с чем не совмещать. Можно отдельно приобретать и использовать. В комплект которого входит робот и контроллер. Это новый совершенно элемент Matata Lab. Это контроллер очень умный и оснащен различными датчиками. Сам комплект, сам набор Matata Lab помещен в такую вот яркую коробку. Она прям, можно сказать, как у айфона. Такого качества очень приятно распаковывать, скажем так. В комплект также входит силиконовая карта. Она не рвется, как предыдущая, выполненная из картона, которая может со временем где-то в каких-то местах порваться. Эта силиконовая карта прослужит долгое время. На ней можно рисовать. Она даже прозрачна. Можно подкладывать какие-то рисунки, изображения. Ну, это все зависит, конечно же, от воображения и нашего творчества, что мы можем с ней сотворить. В комплекте есть обучающие брошюры, в которых нас знакомят со всеми функциями этого набора, со всеми функциями контроллера, который оснащен различными режимами действия. И стикеры-наклейки, которые можно размещать на этом контроллере для того, чтобы как-то обозначить кнопки, которые там на контроллере есть. Помимо этого еще различные стикеры цветовые, которые также необходимы для деятельности, для использования этого набора. Итак, давайте сейчас подробнее остановимся, что же такое за контроллер, что он себя представляет. Наш контроллер, вы видите на фотографии слева, он также помещается на робота MatataBot, сверху также намагничивается, как вот эта традиционная его оранжевая шляпка, в которой сидит оператор. Который, кстати, можно оранжевую шляпку снимать и пополнять, надстраивать на робота фигурки из лего. Там есть специальные места, куда прикрепляются наборы из лего. Итак, контроллер оснащен датчиками цвета, света, в нем есть микрофон для распознавания звуков, и с помощью гироскопа возможно распознавать препятствия. И гироскоп в контроллере есть. Зачем это все нужно, дальше я расскажу. Помимо этого, в контроллере есть три режима управления, три режима использования. Первый – это режим управления. Мы переключаем между режимами на специальном рычажок сбоку на контроллере. Есть все очень просто. И первый режим – это крайне левый режим управления. Здесь у нас открывается возможность управлять роботом как машинкой, то есть дистанционно. Нажимая на кнопочки на контроллере, робот у нас начинает двигаться вперед-назад. Куда хотите, можете привезти, например, если мы говорим о детях дома, родителям, например, чашку чая. Единственное, что поверхность у нас должна быть ровная, потому что у робота колесики небольшие, ему будет сложно перейти препятствия между комнатами, если есть какие-то там пороги высокие, да, маленькие лапки. Но при этом принести конфету запросто и левку. Этот режим позволяет развить такое понятие «помогите мне», как это правильно называется, связь между глаза и руки. Это вот как раз-таки, наверное, зрительно-моторная координация, когда ребенок должен одновременно, да, координация, одновременно использовать руки для того, чтобы нажать определенную кнопку, и он должен смотреть, куда хочет, чтобы робот поехал. То есть, что очень важно, это позволяет развивать вот этот режим. Второй режим – режим кодирования, то есть режим программирования. Он переключается при помощи рычажка сбоку, посерединке находится. Этот режим позволяет нам без использования блоков программировать движения на самом этом контроллере, то есть прямо, направо, налево, назад, проигрывание мелодий. Также контроллер оснащен световыми лампочками, то есть загорается. При каждом нажатии загорается лампочка и определенный цвет. То есть, когда мы вводим прямо направо, у нас загорится две лампочки, и они загораются по очереди сверху. Я предлагаю вам, кстати, посмотреть видео. Давайте. Все эти видео, они, конечно же, есть у нас на сайте, на tatalab.ru. Я, кстати, вам скину сайт, отдельный сайт. Помимо сайта Digis, есть у нас отдельный сайт на Татаньке, где есть много полезной информации, и дальше я буду тоже про него рассказывать. Конкретно ролики. Ну, так, да, давайте я конкретно скину вам ролики про Matata Lab Light, где вы сможете посмотреть. Да, к сожалению, мы ограничены нашим режимом тем, что нам сложно показать сами продукты, потому что я сейчас нахожусь на кухне, да. И вы можете посмотреть эти ролики и увидеть, познакомиться наглядно, что такое контроль, что такое Matata Lab Light. Посмотрите, пожалуйста, очень интересный захват. Итак, продолжим. Режим кодирования нам позволяет помочь детям развить память, поскольку ребенок должен запомнить, куда нажал, должен понимать, куда поедет робот и сколько, количество, какое движение ему нужно нажать, и мало того, что куда робот должен наехать, прямо, назад, направо или налево. И, как я уже сказала, каждое движение подсвечивается лампочкой, и в случае, если мы что-то делали неправильно, то мы видим, где ошибка, и можем быстренько это поправить. Это очень важно. Ребенок с использованием Matata Lab вообще, что самое важное для маленьких детей, это то, что они видят конечный результат. Это очень для них важно в этом возрасте для дальнейшего развития. И третий режим, который есть в этом прекрасном контроллере, это сенсорный режим. Он переключается в крайне правую и начинают в этом режиме работать датчики. То есть этот режим можно активировать при помощи дополнения башни и блоков и, возможно, использовать с бесплатным приложением, о котором я буду рассказывать чуть-чуть позже. Этот режим для детей уже постарше, для того, чтобы их познакомить с примерами действия, как работают датчики. Но помимо этого у контроллера есть еще скрытые функции. И, например, для того, чтобы включить гироскоп и управлять роботу при помощи гироскопа, надо выйти в режим управления, то есть это режим первый, первый режим, крайне левый, и удерживать кнопку play, то есть начало программ, и двигать контроллер вперед-назад, вправо-лево. И вы увидите, что будет происходить с роботом. Робот будет реагировать на наши движения. Если мы наклоним наш контроллер влево, робот у нас повернется влево. Если вперед, ну, соответственно, робот будет выполнять те действия, которые мы проводим совместно с контроллерами и встроенным в него гироскопом. Следующий режим, скрытый, но об этом все написано, конечно же, в брошюрах, это режим так называемой гонки. То есть мы можем зажать крестик, крестик еще у нас обозначает сброс всех программ, зажимая крестик на контроллере, и его в этот же момент нужно трясти. И чем быстрее мы трясем, у нас робот быстрее едет. То есть таким образом мы можем устраивать соревнования в детском саду по гонкам. Поставить матату на пол, две мататы, три мататы, и кто впервые добежит до финиша, тому достанется самая большая тарелка каши с мамой. И третий скрытый режим – это музыка. Раньше мы могли с вами программировать музыку при помощи блоков пластиковых, то сейчас мы можем программировать музыку при помощи цвета. Как ни странно, да, при помощи цвета. Мы зажимаем кнопочку мелодии, нотка есть, и подносим к различному цвету. В комплекте есть палитра и примеры музыки. И наш робот издает звук, ноту, соответствующую определенному цвету. Это очень круто. Скажите, есть ли у вас вопросы по этим возможностям, по этому набору? Так, я думаю, что нет. Давайте перейдем дальше, пожалуйста. Дальше я буду рассказывать про наборы, которые дополняют и расширяют возможности набора ProSet. Как известно, набор у нас есть еще помимо ProSet, CodingSet, но я на этом останавливаться не буду. Буду говорить только про ProSet, поскольку это расширенный набор, который включает все базовые функции. Итак, дополнительные наборы именно для набора базового ProSet, которые расширяют возможности, ну, прям до горизонта. Я думаю, что это еще не все. И даже с некоторым ужасом, думаю, что же еще Matata Lab придумает в следующем году, например. Итак, давайте по порядку. Сначала мы познакомимся с набором Animation at Dawn. Это набор для анимации, для анимирования робота, можно так сказать, для создания каких-то новых приключений и возможностей. У нас появляется при помощи новых блоков возможность рисовать окружности. Раньше у нас такой возможности не было. Менять скорость движения колес и изменять цвет глаз робота, что очень важно для эмоционального развития ребенка. И второй дополнительный набор для расширения возможностей это сенсорный набор, в который также включен контроллер, который есть и в Matata LabLight. И при помощи этого набора наш Matata научится обнаруживать препятствия, распознавать цвета, звуки, гироскоп встроенный и возможность управлять управлять индикаторами, которые есть на контроллере, изменять их яркость, цвет и так далее. Ну и очень интересной особенностью и очень интересной возможностью становится взаимодействие с другими роботами, с другими Matata. Это настоящий интернет вещей становится у нас. Итак, что такое Animation at Dawn и что туда входит. В комплект входят блоки для программирования дополнительные. Да, я надеюсь, что я сейчас быстро успею. В комплект входят блоки для программирования. Они дают возможность каждому колесу двигаться отдельно. Одно колесо стоит, одно движется вперед. Вы можете посмотреть видео, которое у нас, кстати, загружено на площадку, на выставочный стенд. Я не буду сейчас останавливаться, потому что нет времени. Так, следующий набор сенсорный. Здесь примеры активности, что мы можем сделать с этим набором. Очень жаль, что у нас действительно нет времени для того, чтобы подробнее на этом остановиться. Так, сенсорный набор входит у нас в блоки. И мы с помощью этого набора можем создавать различные условия для нашего робота. Это уже следующий уровень программирования. И он рекомендуется использовать для детей уже в начальных классах с шести лет, в которые входят контроли. Можно создавать условия для распознавания определенного препятствия определенного цвета. Он может быть зеленым, красным, желтым. И также вы видите желтенькие фишечки. С помощью них можно передавать сообщения от одного робота другому. Можно использовать и применять в образовательном процессе различные истории. Например, это может быть день-ночь, когда ребенок возвращается, просыпается, наступает утро, и он должен идти в школу. То есть создавать такую карту интерактивную, где ребенок сам составляет какие-то определенные алгоритмы. И хотелось бы также затронуть набор Matata Map. Это магнитная карта, о которой вообще нельзя не говорить. Это очень крутое решение, которое позволяет быстро, просто моментально создать новую карту. Раньше мы должны были идти и распечатать где-то, либо сидеть и занимать время для того, чтобы нарисовать. То есть сейчас мы можем взять ячейки из этой карты, открыть и вставить туда любой листик, который подходит из этих блоков комусовских, нарисовать там цветочки, ну, все, что мы хотим, и использовать это в процессе. Ячейки соединяются между собой при помощи магнитов. Можно также создавать различные 3D-объекты, например, тоннель для Matata. В комплекте есть входящий в комплект карточки, 6 комплектов, там рисунки, животное, название, цифры, буквы. То есть для начала работы есть все необходимое. Помимо этого есть силиконовые чехлы различных цветов, но они продаются совместно с комплектом, в который входит 3 базовых набора. Обо всем об этом вы можете узнать у наших, у нас, у меня, когда, если вы хотите попросить у нас цены и так далее, вы можете обратиться, конечно же, ко мне, ну, и к нашим менеджерам отдела продаж. Помимо этого, новая возможность у нас есть еще, это графическое программирование, скачать Matata-код в приложении бесплатное и использовать его как программирование визуальное, графическое, то есть как у M-Block, например, и у других взрослых уже роботов. Очень круто. Помимо этого, есть еще Matata Lab с Scratchем, очень классно взаимодействует, уже созданы симуляторы. Я бы хотела сейчас буквально минутку вам показать, что это такое. Я вам скину в чат ссылки на это все, что вы можете сами протестировать это. Так, я... Смотрите, пожалуйста. Вот, например, режим соревнования Scratch. Здесь можно выбрать уровни сложности. Начнем с легкого. И здесь нужно исследовать, во-первых, изучать карточки и добавлять поля, добавлять движения. То есть это такой симулятор. Вот мы при помощи блоков, которые у нас даются, создаем алгоритм, нажимаем точно так же, как на наборе кнопку Play, и робот у нас движется. Кстати, я не выполнила неправильное задание, мне нужно было дойти до флажка. Я нарушила алгоритм. Давайте попробуем. И вот сейчас все правильно, все у нас получилось. Есть еще также режим рисования, где мы точно так же можем рисовать, можем использовать примеры, которые есть. То есть у нас роботы рисуют сейчас в данный момент квадрат. Таким образом мы учимся, а потом переходим на другой режим и рисуем самостоятельно, создавляем алгоритмы уже для рисования того, чего мы хотим. Это очень удобно, особенно сейчас, когда все дети находятся дома в режиме самоизоляции. Для того, чтобы мы не забывали, что такое матата, и продолжать обучение, можно использовать вот этот режим в Scratch, который также каждый желающий может создать самостоятельно в Scratch игру для матата-лаб. Это будет круто, если вы с вами поделитесь, и мы сможем вместе создавать что-то удобное. И следующий режим – это режим для свободной игры. Мы сами здесь создаем для робота задание и сами его выполняем. То есть его можно использовать в том числе и в сайте. Да, да, можно делать свои карты. Очень круто. Все ссылочки я сброшу. Либо вы можете скачать эту презентацию. У нас будет такая возможность, коллеги, там в презентации, в конце на этом слайде вот эти все ссылки есть, они активны. Да, на русский язык мы их начали переводить. Спасибо нашим специалистам. Кстати, я прошу даже их протестировать. Если там какие-то вопросы, говорите, мы будем все быстренько исправлять. Подведем итоги быстро, 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 что у нас матата теперь может использоваться, начиная с трехлетнего возраста. Появляется много расширенных возможностей. Много-много расширенных возможностей. Там и датчики и так далее. И, конечно же, есть возможность, если кому-то уже стало скучно использовать блоки, дети выросли, но это не факт забросить матату. Можно перейти в графическое программирование. Можно программировать с матата код, а можно программировать прямо в Scratch. Это бесплатное приложение. И очень интересно будет детям придумать свою игру матати. Здесь у нас скучная табличка про возраст, о котором я только что говорила. Вы можете это потом самостоятельно посмотреть. И здесь дополнительные материалы, обучающие ролики. Сейчас я вам брошу обучающие ролики в чатик. Вы можете их посмотреть, обучиться, дать педагогам посмотреть. Это тоже очень важно. Ну и сейчас есть такая проблема у людей возникает, как же все-таки подключить контроллер к просету, который уже у них есть в комплекте. Все это просто делается. Здесь вот инструкция. Бросаю ссылки на инструкции. И есть тоже так же у людей, которые... В педагогах, в школах, в детских садах есть наборы, которые были куплены ранее, чем появились дополнительные блоки. Эти наборы, эти устройства, робот-башню надо перепрошить. Так вот, здесь есть инструкция, как это делать. Ну и так же я вас приглашаю в нашу группу в Фейсбуке, где мы стараемся делиться различными видюшками, фоточками, новостями. Вы так же туда захотите, делитесь своими. Так же будет нам очень полезно и интересно. Не знаю, если у нас время на вопрос, задавайте. Еще раз продублирую свои контакты. Если сегодня не успели мы о чем-то поговорить, пишите мне, я всегда на них отвечу. Очень приятно было с вами беседовать. Спасибо вам большое. Спасибо за внимание. Будьте здоровы. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго. Увидимся завтра. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok